Вот такая типичная прям сирийская деревенька. Да, ну, типичная, то есть есть какая-то античка, а в основном это вот домики, домики, домики. И вот ничего не предвещало, но пять лет назад прошёл серьёзный ливень, и вот был вот так вот просто домик, вот он был на поверхности, и эту часть туда смыло. Ну, торчали блоки, торчали руины, но ничего не предвещало. Вот так вот у них было, вот так вот стоял прям домишко. И, ну, теперь уже шесть лет назад, вон тоже стояли домишки, и вдруг обнаружилось нечто. Я уже, друзья мои, показывал это на канале, но поскольку я приехал второй раз, всегда первый раз идёшь, видишь одно, второй раз идёшь, видишь другое. Там открылись огромные, реально просто огромные арки. А если мы присмотримся вот туда, то там внизу под аркой, вот у нас верхняя арка, так, наверное, вот так вот я, верхняя арка, а там внизу открывается ещё одна арка, и там есть ход, и он туда уходит. Но он, к сожалению, закрыт, и доступ нет, и смотрит, чтобы мы туда не ходили. Кое-что мы всё-таки изучим, посмотрим. Понятно, что нынешний ход, это ходик, который был приспособлен, начального хода, изначального хода и не было. Но вот этот вот выступающий конёк говорит о том, что здесь она как раз завершилась, эта цистерна. Но называют такую подземную форму цистерной. Ступеньки сделаны, ступеньки смыстрячены, они не оригинальные, конечно, из чего, всего, чего ни попадя. А дальше у нас начинается, да, вот этот ход, безусловно, и он идёт в основную часть цистерны, и мы туда обязательно пройдём. Но я сейчас хочу посмотреть. Так, ага, пишут, что туда ходить нельзя. Пишут, что туда ходить нельзя. Я к тому, что здесь у нас сюда отходить можно. А вот здесь у нас есть ещё дверь, ещё один ходик. Так, и я сейчас попробую поставить камеру и туда подсветить, что там у нас находится. Потому что в прошлый раз я не подсветил. Ну вот, так, подсветить до конца не получается, к сожалению. Ну, туда уходит ход. Так, потолок у нас какой? Каменный потолок. Да, и ушёл в темноту. Я даже не сомневаюсь, что здесь множество есть ещё ходов. Вот, например, вот этот ход тут тоже. Так, выключу. Вот этот ход тут тоже. Ох ты! Ох ты! Так, да что ж у меня не выключается никак. Вот. Ага. Всё выключилось. Вон туда я сейчас буду пропускать. Отсюда нам не зайти, но спущу аккуратненько камеру, и вы увидите, что там. А там снова подземелья, уходящие в глубину, в разные... Ой, как глубоко. Шахты, как будто бы. Ещё одна шахта. Да. Вот. Только-только начинается, ещё только-только начинается вот так вот оформленная арка. Доступа туда, конечно, никакого не имеется. Нас туда не пустят. Вот был засып. Она полностью покрыта. Но то, что... Там есть вот подо мною ходы, и дальше шли ходы. Вы видите, здесь оформленные сейчас блоки вываливаются. Всё это оформление соответствующее. Говорит о том, что это сложный очень комплекс. Вот, например, некий тоже туда, но он уже вторичный, но куда-то же этот воздуховод или ход уходит. Вот здесь что-то пробито у них и завалено. Явно что-то знали, и здесь вот арка туда уходит, и туда оно уходит, да? Так, что туда уходит? Ух ты! Зря я убрал фонарик. Похоже, он нам ещё пригодится. Так, фонарик. Так, красный не надо, надо белый. И моргать не надо. Что мне сейчас? Я настрою фонарик. Мне подарили новый фонарь, и я его... Ага. Вот. Я его ещё не освоил. Так. И что тут у нас? А у нас тут... О! А у нас тут новый ход. Так. Сейчас я буду приспосабливать. Ну, вот знаете, канал «Забытые руины» отличается тем, что... Да, я ничего не редактирую из серии. Как я попаду, чтобы вы всё это видели? Ага. Так. Ну, придётся, как смогли, увидели вместе со мной. Ну, что там? Там шахта. Вон там шахта. Да. И она уходит вниз. В одну из шахт. А здесь у нас идёт замес. Я предпочитаю... Пусть лучше я немножко где-то покряхтел, и вы мне это простили. Но... Зато мы увидим в естественном виде, в каком она сохранилась сейчас. И чтобы вы, когда планируете свои сюда поездки, ну, в какие-то места тоже, ощущали, воспринимали и планировали, как одеться, что нужно куда-то будет лезть, как вообще перемещаться, на что рассчитывать и сколько планировать. Большинство ходов, как в Байльбеке, закрыто. Доступа, к сожалению, вот чудесный. Явно, что это технический специализированный ход. Он гораздо луже. Пишет, что не лазить. Ещё бы я туда полез, если у вас тут всё закрыто. Вот как будто окно. Дальше здесь... Что здесь как-то задвигалось. Как-то симметрично выдолблено. Именно выдолблено более грубо. Может быть, это и позднее уже как-то оформлено. Хотя блоки вроде хорошие. Ну, вот блок потолка, высота. Насколько эти ступени соответствуют? Ну, вроде соответствуют, а может и глубже. Где ступени, например, в тюе боковые лестницы? Где какие-то спуски? Насколько эти кривенькие ступеньки, вот так заходящие, соответствуют вообще этому огромному сооружению? Ну, как вам? Вы меня слышите, бандерлоги? Хорошо ли вам меня слышно? Выйдите где? А? Разумеется, но выйдите где-нибудь. Я хоть покажу, что вы есть. Во, 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 во. Вот. Подписчики канала «Забытые руины». Вильнар и Лилия. Мы здесь путешествуем. Поехали. Искусили они меня месопотами. Говорит, мы хотим в Мардин. Расскажите, как поехать. Я говорю, вы хотите в Мардин. А как? Я хочу в Мардин. Я уже неделю, говорю, не был в Мардине. Я уже неделю, уже вторую неделю, 10 дней я не был в этих цистернах. Мне-то каково. И мы, конечно, покатили. Ну, вот перед нами самые различные ходы. Здесь явно ход вот этот вот проходил туда дальше и не таким окошком должен был, наверное, заканчиваться. Очень тщательно оформлен. Ну, посмотрите, как интересно. Сразу хоп. Клиновидные формы, да? Блок тот, клиновидный тот. И блоки фактически висят в воздухе. Вот этот блок, вот этот, вот этот. Здесь замковый камень. Они расклинили его. Дальше шли более ровные ряды. Рядовость, конечно, четко очень оформлена. В таких огромных помещениях. Высота здесь 16 метров. Я сейчас с фонариком там подойду, если у вас фонарика нет. Там надо светить с фонариком вверх. Лифт убрали, ты знаешь, да. Я хотел сказать, лифт, к сожалению, пока не работает. Вот полторы тысячи лет последних не работает. Все растащили, перековали на бусы и на мечи. Да, к сожалению. Но вот это огромные подземелья. Здесь нет, все равно у меня нет общего впечатления, что вот эти ступени, потому что, посмотрите внимательно, вот она дверь и этот туннель гораздо больше. То есть, мое мнение, что такие ступеньки просто подправлены, подставлены. Размер изначально был более высокий проходов. Как и здесь, например. Они каким-то странным образом, ну это вообще кривенькие ступеньки, как попало, сделаны. А в этих конструкциях нельзя, как в меме, нельзя просто взять и добавить в античное сооружение что-то. Вы не можете вот эти блоки потом приставить. Почему я им так доверяю, этим конструкциям? Потому что они реально супер качественные, выполненные, изначально были качественные. А вот потом, не пойми, как-то какие блоки вдруг оказались вот так вот подвыдолблены, вставлены, вроде как перильцы. Они никак не соотносятся с общим архитектурным, инженерным, просто визуализированным вот этим шикарным качеством сооружения общего. Тут все идеально и вдруг ни с того ни с сего кривая лестница, кривые ступени. Но я, забегая вперед, сразу скажу, что я здесь съездил с местным таксистом и он говорит, ты знаешь, здесь есть ход, он уйдет туда к самому некрополю. Ну, это они называют кладбище, некрополь, хотя это не кладбище, конечно, это вторичное уже было использовано как кладбище. Вот такая галерейность, сложная очень галерейность, просторность их, этих ходов, и была ли она такой, как нам представляют, вот, вот эта лестница я имею в виду, потому что, ну, все иное. Какие-то маленькие блоки, вот они разделены на два, против верхних и соседних, и все какое-то, но все равно они удобные, это абсолютно нечеловеческая архитектура, это та самая, вот, та самая архитектура гигантов, как определял исследователь творчества наследия Джованни Батиста Пиранези профессор Торопов. Зачем вам делать вот эти такое количество очень узеньких, технических, чтобы поддерживать вот этот свод колонны контрфорса, да, у нас выделения вот такие называются, зачем вам их так много? Неужели нельзя было контрафорсов меньше сделать? Вот тут ведь разумнее сделано. Зачем с такой периодичностью? А вы обратили еще внимание, что у нас вот эти угловые, вот эти крайние контрафорсы, сейчас я включу свет, так, свет, свет, включайся, свет, так, так, мне надо, чтобы он был белым, а он у меня почему-то синий какой-то, ну ладно, тут все равно все цвета радуги в этом, в этих подземелье море, вот вы, посмотрите, воздели на колец, потому что чистом виде оно, мне даже писали, человек, наверное, 30 написали про Толкина и несколько пишут, да к Толкин не врал, вот, да, ну ладно, здесь хотя бы, ну вот эту мелкую арку наверху, ее тоже непонятно, а вот здесь, вдобавок ко всему, контрфорс, он выделяется еще за воротом, тут какие-то мелкие колонны лежат, вот он, и он идет у нас, видите, то есть он не целиковый даже, это не основная часть, чтобы держать конструкцию, как будто сюда что-то должно было останавливаться, и оно у нас идет по периметру, вот здесь, мне сказал, таксист, который возил меня, колонны какие-то вторичные, они малюсенькие, он говорит, здесь идет ход, он мне сказал, туда уходит ход, и ход этот идет к некрополю, я не думаю, что он врал, он мне не гид, он никто, он мог вообще со мной не ходить, привезти меня и все, а он говорит, да не, я покажу тебе, расскажу тебе, покажу, он не просил сверху денег, и не намекал на это, и не попросил потом, то есть, я делаю общий вывод, что у него не было необходимости мне целенаправленно врать, вот такой же рядом, вот идут вроде контрфорс, контрфорс, хотя это, ну чего уж, контрфорс можно было порациональнее сделать, вот тут, например, сколько материала вы тратите, она же фактически вся собрана, эта цистерна, не то, что вырыта, для чего вот там-то вырыли, для чего вот стены так делают, из таких блоков, здравый смысл говорит, что вот, ну, это сверх затраты, ну, правда, то есть, нам говорят, мы так не стали бы делать, такие блоки, зачем делать, такие широкие, в глубину они уходят, они же уходят еще туда, в глубину, а вот тут давай посмотрим, мы просто увидим, здесь разрушено, вот лифт, ты сказал, лифт, к сожалению, последние полторы тысячи лет разворован людьми, которые сюда, ну, эллины еще, наверное, две с половиной тысячи лет его поперли, а потом уже понеслось, римляне, остатки лифта, шестеренки последние, своровали, в общем, все увезли, увезли в Рим, вот у нас шахта, она идет галерейная, там он, если наверху, там идет ход, куда-то он уходит, здесь нет для того, что впечатление, что тут была вода, в принципе, ну, то есть, вот они грязноватенькие, но здесь сырости нет, ни намека на сырость, не хранилась она, и не набирается до сих пор, здесь нет водовода, который бы, больше того, тут такие стены укреплены, там еще раствор у нас же укреплен, нет, ну, ты, друг мой, ты понимаешь, какой это объем, две с половиной тонны кубометр, вот отсюда вот его, а это пробивали, рассказывал вот водитель, он говорит, они искали, они знали, что есть ходы, вот тот нашли, вот тут они искали, но в итоге наткнулись, что там не порода, выходит, был котлован огромный вырод, потом этот котлован залит раствором, сбитым камнем, а потом оформлен здоровыми блоками, которые в глубину, они же не облицовочные, вот так стоят, они же в глубину уходят, и некоторые блоки, посмотри, вот этот цельный блок, вот он, и вот он углом аж вырезан, насколько страшно сложная конструкция, как такового здесь пола нет, пол это вот этот вот, камушки тут просто, ну, мне спрашивают, есть ли пол, о, что-то это все похоже, новый, мне вот подарили фонарик, надо мой, наверное, старенький брать, он хоть и, хоть и старенький, но, но очень впечатляющий, сейчас нам начнут орать, в общем, здесь четыре таких вот, за последними угловыми контрафорсами, выделения вверх идут, главное, из темноты вышел, свет уже не оранжевый, не желтый, а зеленый, какой-то весь другой, люди заходят сюда, и квадратные глаза делают, что он предлагает, рассказать историю, а, спасибо, это же эквилер, вот, вот лестничка, вроде она приличненькая, но она же какая-то, не оригинальная, но она куца здесь, и смешно смотрится, вот эта лестница, как и штукатурка, которая здесь была, не, с одной стороны, конечно, интересно послушать ее, историю, просто какие байки втирают здесь, но, вот штукатурка уцелела, ну, ну, давай на турецком, пусть что-нибудь, два слова, хотя, хотя, что расскажешь, что это римляне, строили цистерну, как сейчас официально говорят, византийцы, вот этот двойной контрафорс, да, и он еще у нас тут, у тебя фонарика нет подсвет, может, телефон, что-нибудь подсветим, потому что шахта туда уходит, ну, разумеется, грех не сделать мокрое дело в цистерне, понимаешь, тут тысячи лет не было ничего, а здесь они решили, вот он у нас уходит, да, вот сюда чуть-чуть, если можно, вот зачем делать вот это угловое, очень узкое помещение, непонятно для чего, сложнейшее, затраты огромные на него, и ровные стены, а не, мы про кривые стены даже не говорим, тут архитектура совершенства, тут или то же самое, мы заходим Г-образно, да, мы заходим Г-образно, упираемся в тупик, и вот идем наверх, у нас даже штукатурка уцелела, вся штукатурка белая, стоит не сравнить это, тут другого качества, конечно, масштаба, там видно, там вот люди делали, скоплили, как будто подправляли, на каприленном этапе добавляли, я же не говорю, что люди не могли это модифицировать под себя, а здесь вот это вот делать, это полностью изготовленное, то есть это не природное, это полностью изготовленное сооружение, пол, пол здесь, нам говорят, что вот в цистерну пополнялась, она вот через такое вот, водоводик, у тебя нет фонарик, если можно еще раз, я покажу водоводик, нам говорят, что вот труба, вот была, и вот такой вот водоводик, там пространство, там дальше пространство, серьезно? подожди, так он уходил, так, ну-ка, сделай сверху телефон, а то не видно, ну-ка, 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 можно попробовать, так, не вижу, а, оно в глубину уходит, так оно вниз уходит, да, отсюда тянет, отсюда холодом тянет, ребята, там вообще, там вообще большое помещение, да, ну-ка, придется, вот придется, сейчас, 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 сейчас.